Здравствуйте! В эфире пятого канала «Итоги» в суде Анастасия Мосина и в начале коротко о главных темах уходящей недели. В Канске наконец-то приступили к ремонту моста через Тарайку. Напомним, его признали аварийным и закрыли в конце мая. Поверхность переправы планируют полностью заменить. Комиссия приняла решение срочно выделить деньги и отремонтировать этот мост. Напротив новой многоэтажки в 6-м северо-западном микрорайоне уже в этом году начнется строительство еще одного дома под переселение граждан из ветхого и аварийного жилья. Об этом на вручении ключей новоселам рассказал глава Канска Андрей Береснев. Закладываем еще 160-квартирный дом буквально вот уже сентябрь-октябрь. Результаты пропасфальта на 30 лет ВЛКСМ, которые вызвали широкий общественный резонанс в соцсетях, оказались липовыми. Активисты, которые самовольно выпилили кусок дорожного полотна, пытались ввести в заблуждение, что дорогу заасфальтировали некачественно. Результаты официальной экспертизы показали обратное. Независимая лаборатория приезжали, взяли материал, значит показали положительный результат. Досрочно проголосовать на выборах депутатов горсовета жители Канска теперь могут на избирательном участке по месту жительства. Сегодня УИКи работают до 20.00, завтра 12 сентября с 10 до 14.00. 13 сентября – основной день голосования. Обязательно с собой иметь паспорт, либо документ его заменяющий. Прогары на Каннском Легнине начали засыпать золошлаком повторно. 26 миллионов рублей на эти цели выделили из Краевого резервного фонда. Ожидается, что уже к ноябрю саркофаг, которым полигон накрыли 10 лет назад, восстановят. Ну, отсыпать будем по проекту еще 11-го года. Это золошлаковая смесь. Нехарактерное явление для ранней осени фиксируют метеорологи. Далидоставы еще далеко, но уровень воды в Кану резко вырос. В гидрометобсерватории говорят – виной всему осадки. Небольшие умеренные дожди будут наблюдаться, которые также могут спровоцировать поднятие в реке Канн. Национальный этап WorldSkills в Каннске. Молодые профессионалы нашего города борются за место в составе сборной страны. За спиной каждого из них уже есть победа в региональном туре. Город представляют трое студентов Каннского технологического колледжа. Я принимаю участие по компетенции экспедирования грузов. Канская драма готовит парад премьер. Долгие месяцы карантина плодотворно сказались на творчестве. В сентябре и октябре ценители театрального искусства ждут сразу четыре спектакля. На Легнино-хранилище сегодня провели оперативный штаб. Работы там продолжаются и подрядчик уже засыпал два из четырех прогаров. Восстановить саркофаг полностью обещают к ноябрю. Задачу осложняют и погодные условия, и тот фактор, что защитный слой Легнино разрушен уже на треть. И прежде чем запустить технику, рабочим бригадам приходится отсыпать себе дорогу. Практически горит вся гора вокруг. И начали с малых прогаров. Первый прогар там, второй, третий. Вот первый, второй ликвидировали, то есть два прогара. И вот сегодня, ну, вот ликвидируем третий прогар. Он более-менее побольше, чем первые, вторые. А самый большой, это будет у нас четвертый. Да, мы с воздуха видели, он огромный, то есть практически треть горы, да, вот с северо-востока, она, ну, то есть воспламенилась уже, дымит, горит. Вот расскажите, как будете работать там? Ну, будем надвигать существующий грунт, чтобы могли машины пройти. И сыпать залу, и непосредственно надвигать эту залу на эти прогары, ну, и постепенно закроем. И когда полностью закроем, потом еще слой залы засыпаем сверху, ну, где-то примерно около 50 сантиметров. Ну, и получится слой где-то около метра, может больше чуть, ну, смотря в каких местах. Сколько в объемах материалов входит? Уже ушло. Вот на сегодняшний день мы уже засыпали 5000 кубов. На этот прогар, вот на третий, который мы сейчас ликвидируем, надо 9,5 тысяч кубов. Ну, и всего, вот вместе с четвертым, где-то около 60 тысяч кубов. На 11 улицах Каннска в этом году откапиталили дороги. Работы в рамках контракта завершены. И сегодня специальная комиссия, в состав которой вошли специалисты администрации города и депутаты, провели приемку дорог. Денис Шабуров расскажет, что сделали в этом году. Ездить теперь по улице Московская одно удовольствие. Здесь дорогу ремонтировали регулярно, но в этом году была проведена комплексная работа. Помимо свежего асфальта появились бордюры и парковочные карманы. Это первый участок протяженностью 702 метра от улицы Советска до улицы Некрасова. Сделан в комплексе, наверное, впервые за много лет. Это с оборудюриванием, с подъездными путями, с карманами. Вообще по городу Каннску в этом году уложено 4200 протяженность дорог. Вот. На общую сумму 36,5 миллионов рублей. Из них финансирование все идет краевое. Из местного бюджета выделено всего 0,1%. 36 тысяч рублей. А несколько недель назад стало известно, что из федерального бюджета Каннску выделили порядка 80 миллионов рублей на реконструкцию центральной площади. С новым асфальтом все это должно слиться в единый архитектурный ансамбль. Другие прилегающие к площади дороги также отремонтируют в следующем году. Очень хорошо и приятно, когда мы видим комплексное развитие территории. А в частности, вот отлично сделали улицу Московскую с бордюрами, качественно. И на следующий год, так как все уже знают, что мы победили в конкурсе городом с общественностью, нам выделяют с федерального бюджета 80 миллионов рублей. На следующий год начинаются работы по благоустройству площади. Будет в ближайшие годы, будет все здесь очень красиво. На свыше десятка участков общей протяженностью около 5 километров асфальт заменили полностью. Так отремонтировали в этом году арсенальскую дорогу, проблемный участок по улице Герцена. Конечно же, мы рассматриваем изменения формата работы в принципе, поскольку южный обход, который, мы надеемся, будет запущен в следующем году, позволит исключить прохождение через наш город, особенно через микрорайон Северо-Западный, район 4-й площадки, МЖК, большегрузного транспорта. Мы же понимаем, что сорокатонники, которые давят своим весом асфальт. Все участки дорог, которые отремонтировали в рамках основного контракта, приняли. Но, как нам рассказали в администрации города, это далеко не все. В настоящее время определяется подрядчик, который займется дорожными работами от улицы Куйбышева до Восхода. Связано это с благоустройством молодежного сфера. Комплексным благоустройством еще одной центральной улицы Каннска продолжит заниматься. А вот на улице Красная Иланка ремонт дороги на этой неделе только начался. Дорожники приступили к укладке асфальта. Работу обещают завершить к середине осени. Подробности сообщит моя коллега Татьяна Блинкова. Улица Красная Иланка с самого ее основания была исполнена в гравийном варианте. Сами жители, да и гости этого района уже привыкли видеть ее именно в таком состоянии. Но вскоре все изменится. Уже через несколько недель тут появится долгожданный для многих асфальт. Рабочие уже приступили к подготовке дорожного полотна. Асфальт здесь ждали много лет. На этой улице сотни жилых домов. Практически у каждого из них припаркован автомобиль. Поэтому нетрудно догадаться, как жители рады. Говорят, теперь, чтобы добраться до дома, не нужно будет объезжать ямы. Нам сказали, что у нас будет скоро асфальт. Мы ждем его уже больше 20 лет, потому что обещали уже давно-давно. И наконец-то это будет, надеюсь. Правда, есть у них и опасения. Местные жители говорят, улица довольно длинная. И молодежь любит погонять здесь на мотоциклах, даже по гравийке. А что будет, когда положат свежий асфальт? Поэтому страх за детей теперь соседствует рядом с радостью за преображение улицы. Мы будем просить о том, чтобы нам ложили лежачих полицейских. О том, чтобы, как говорится, не гоняли. Так как вот на сегодняшний день гоняют машины, мотоциклы без конца, без края. А так мы, конечно, очень рады. Удобно теперь на Красной Ланке будет не только проехать, но и пройти. О пешеходах тоже обещают позаботиться. Проектом на протяжении всей улицы предусмотрен тротуар. Предусмотрен на всю протяженность тротуар с одной стороны. То есть сначала там будет, будем говорить, по ходу движения с правой стороны. Посередине где-то ориентировочно переход на другую сторону. И так полностью до церкви будет тротуар. Узнав о ремонте дороги, местные предприниматели решили принять непосредственное участие. Говорят, браться за благоустройство нужно сообща. Для того, чтобы участок был чистый, для того, чтобы удобно было подъезжать, чтобы, значит, людям было хорошо. Поэтому работа большая, работа хорошая. И если, значит, кто-то из граждан, находящихся на этой улице, примет у этом участие, я думаю, будет всем только лучше. Работы подрядчик планирует завершить в 20-х числах октября. Дорожникам предстоит постелить около километра нового асфальтового полотна от магистральной до храма Всемилостивого Спаса, что расположен в конце улицы. Возможным ремонт стал благодаря совместной работе Каннской епархии и местных властей, которые обратились за поддержкой в Министерство транспорта Красноярского края. Написали письмо на министра Димитрова. И нам в течение месяца было дополнительно выделено 34 миллиона на эту дорогу и на дорогу еще дополнительно на 45 октября. Добавим, подрядчик успел оценить красоту придомовых территорий жителей Красной Иланки. Поэтому, чтобы сохранить старания людей, попросил позаботиться их о своем имуществе. И убрать клумбы и непиленные дрова подальше от проезжей части, чтобы уберечь их от работы грейдера и другой техники, которая на этой улице теперь будет работать практически ежедневно. Татьяна Блинкова, Вячеслав Морозов, телекомпания «Канск», 5 канал. В Канске в этом году не только ремонтируют дороги, но и установили новые светофоры. Три современных регулировщика на солнечной батарее появились возле учебных заведений. Как нам рассказали специалисты, светофоры типа Т-7, особенно в сумеречное и ночное время, позволяют с большего расстояния определять пешеходный переход или перекресток. Тем самым заблаговременно обеспечивают безопасный режим движения. В администрации города прокомментировали, новые светофоры обошлись в 630 тысяч рублей. Самостоятельно они работают автономно. Данные светофоры были установлены на школе номер 17 поселок строительный. Возле Каннского политехнического техникума по-красноярски. И 40 лет октября возле Каннского педагогического колледжа. Это, во-первых, требования правил содержания дорожного движения. Там прописано, что мы должны устанавливать. Их преимущество заключается в том, что, во-первых, где, особенно дети у нас ходят в образовательные учреждения, вообще планируется заменить везде. Сразу после рекламы расскажем о том, как проходит досрочное голосование за кандидатов в депутаты Каннского городского совета. Не переключайтесь. Оптово-розничная база «Гобис» приглашает за покупками рагу от 65 рублей. Здесь представлено мясо от российских производителей. Свинина на кости от 180 рублей. Еженедельные поставки мяса, колбас и полуфабрикатов. Ребра от 165 рублей. Широкий ассортимент охлажденного и замороженного мяса и мясных деликатесов. Шея без кости от 315 рублей. Индивидуальный подход и гибкая система скидок. Комсомольская 1А. Строение 2. База «Гобис». Остановка «Комсомольская». Маршрут автобуса 21. С 15 по 17 сентября с 10 до 19 свежий мёд Алтая, большой ассортимент. Городской дом культуры, город Канск, улица Ленина, 10. Мирное жужжание аппарата, несколько минут и предварительный диагноз уже в руках у пациента. Мобильность и быстрота – главные преимущества современного УЗИ-кабинета из Красноярска. Однако при этом качество нисколько не страдает. Передовой прибор ультразвуковой диагностики – один из самых продвинутых на рынке. Передвижной кабинет УЗИ оснащен самым современным оборудованием. После необходимых процедур результат сразу транслируется на специальном компьютере и врач оформляет протокол с заключением и рекомендациями. Чёрно-белые фото остались в прошлом. Цветная фотография получается более чёткой и понятной. Мы делаем цветное фото. Это может быть наша особенность, но мы просто можем себе это позволить по оборудованию. 10 на 15, всё прекрасно видно на цветной и глянцевой бумаге, фотопечать. И получается, как хорошая фотография. А теперь о самой обсуждаемой теме уходящей недели – выборы в депутаты Каннского городского совета. Борьба между кандидатами развернулась не на шутку, а пользователи социальных сетей стали невольными зрителями выборной гонки. Тему продолжит мой коллега Денис Шабуров. Вы записываете участки, кто с какого участка в тетрадку. Очень интересно. Интересно, законно это или нет? 130 или 130? Скажите, а зачем вы это делаете? Я как кандидат имею право здесь находиться. Нет, а зачем фиксировать, кто с какого участка пришёл? Вы подвозите людей? Вы фиксируете своих. В соцсети Каннска заполонили неоднозначные ролики. Это видео было снято на избирательном участке для досрочного голосования, который работал в здании городской администрации. Один кандидат подозревает другого в подвозе избирателей. Шквал комментариев, обсуждения и таких роликов десятки. Кандидаты противоборствующих партий начали активно размещать в интернете видеозаписи, на которых, по их словам, налицо нарушение. В ТИКе тем временем всё фиксируют и говорят. Если прецеденты будут, ими займутся компетентные органы. Были у нас вопросы, и то не у нас, а в социальных сетях, пестрит о подвозе. По моим данным, были написаны заявления в полицию. Полиция разбирается сейчас. Я каждый час выходила на улицу и проверяла, осуществлялся ли массовый подвоз. Ничего я не увидела странного. Непосредственные участники выборной гонки отмечают. Нарушения есть, где-то их удается пресечь. Именно поэтому на избирательных участках работают наблюдатели от каждой из выдвинувшихся партий. Мы стараемся контролировать и находиться практически на всех избирательных участках. Мы видим, как на такси подвозят различных маргинальных личностей, и они идут голосовать за деньги. Они продают свой голос. Стоит отметить, что ответственность за подкуп лежит не только на тех, кто деньги предлагает, но и на тех, кто их берёт. Также за время избирательной кампании в Каннский городской суд поступило восемь административных исковых заявлений о признании незаконным решением избирательной комиссии муниципального образования об отказе в регистрации кандидатов и отказе в регистрации общей территориального списка. Два из указанных заявления были возвращены заявителям по причине несоответствия процессуальному законодательству. По оставшимся шести Каннским городским судом вынесены решения об отказе в удовлетворении требований. Данные решения были обжалованы в апелляционном порядке ИСЦАМИ, судом апелляционной инстанции Красноярского краевого суда, решение Каннского городского суда остальное без изменения, апелляционные жалобы без удовлетворения. Что касается самих избирателей, то за период со 2 по 8 сентября изъявили отдать свой голос досрочно чуть более 280 человек. Сейчас выборы проходят на избирательных участках по месту жительства. Принять участие в них могут лишь те, у кого на это есть уважительная причина, командировка, болезнь, поездка на отдых и прочее. Согласно федеральному закону, сегодня в последний день рабочей недели люди могут проголосовать с 16.00 до 20.00, а завтра с 10.00 до 14.00, так как суббота является выходным днём. Последний день досрочного голосования объявят днём тишины, и в это время всем партиям запрещено проводить какие-либо агитационные мероприятия. Основной же день выборов состоится уже в это воскресенье, 13 сентября. Денис Шабуров, Вячеслав Морозов, телекомпания «Канск», 5 канал. У родителей школьников Каннска расходится мнение по поводу бесплатного питания. В соцсетях они буквально разделились на два лагеря. Кто-то утверждает, что детей кормят плохо, кто-то постит слова благодарности в адрес школ. Валерия Черных побывала сегодня в одной из школьных столовых Каннска и расскажет, как составляют меню для младшеклассников. Ароматный запах сырников первого и второго блюд столовой 21-й школы вызывает аппетит. С 6 утра работники кухни здесь варят, запекают и шинкуют салаты. Через 20 минут перемена, а значит нужно успеть накрыть на стол. Накормить нужно в течение дня свыше 400 учащихся начальных классов. Первый прием пищи – горячий завтрак. Дети сегодня будут кушать на завтрак плов. У нас идет 200 грамм порция на завтрак маленьким детям. 230 грамм идет старшим детям, которые уже с возраста от 12 лет. Мы даем плов им сегодня, даем огуречную нарезку, овощную, свежий огурчик. Он идет 50 грамм сегодня. И сегодня идет сок 200 миллилитров и идет яблоко – 120 грамм. Может, повара дети и не съедят, а вот то, что вкусно приготовлено для них, уплетают за обе щеки. Накрывать столы поварам приходится 5 раз в день. Но перед этим обязательный медосмотр. Проверяют не только поваров, но и блюда, которые они готовят. Все должно соответствовать требованиям. Дегустацию проводит медсестра. Мой рабочий день начинается с контроля качества продукции, которую приготовили дети. Для начала я иду и снимаю пробы. Затем я записываю вот это вот все, брокеражный такой вот журнал. Здесь мы записываем дату, вот время 8 часов. Я прихожу за минут 30-40 до посадки детей. Записываю, оцениваю качество приготовления и сюда все заносится. Потом мы ставим суточные пробы в холодильник на трое суток. Меню у школьников разное. Но так или иначе, недельный список блюд утвержден Роспотребнадзором. У ребят, например, второй смены полноценный обед состоит из рассольника, беточков, гречневой каши и сока. Ни одно блюдо в течение 12 дней не появится в тарелке школьника дважды. Для учеников, которым не полагается бесплатное питание, также завидное разнообразие блюд. Цены тут приемлемые, да и кормят вкусно. А вот тут раздел, посвященный питанию. Здесь размещено меню на 12 дней, продукция, которая есть в продаже, полная информация о поставщике и контакты ответственного. Мыть руки перед едой обязательно. Это не только полезная привычка, но сейчас в период эпидемии строгое правило. А еще столы поставили так, чтобы дети могли выдерживать социальную дистанцию. У нас один вход центральный, через который заходят все учащиеся. Вначале они омоют руки, дезинфицируют, сушат и потом проходят уже в этот зал. Здесь они уже знают, у кого какой стол. Через стол у нас социальная дистанция, то есть полтора метра. Потоки детей стараемся не перемешивать. Для детей школьного возраста полноценное питание имеет особое значение. Вкусными завтраками и обедами повара заряжают детей на хорошую учебу. Напомним, законопроект о бесплатном горячем питании для учеников младших классов принят Госдумой. Также бесплатное питание предоставляется и для детей с малоимущих семей. Валерия Черных, Александр Минеев, телекомпания «Канск», 5 канал. На этом наш выпуск завершен. Новые сюжеты наших корреспондентов смотрите в понедельник в это же время. А я напоминаю, что новости 5 канала вы также можете смотреть в сети телекоммуникационной компании «Орион Телеком» на 11 и 19 кнопках. Не отказывайте себе в новостях нашего города. С вами была Анастасия Мусина. Всего доброго, до свидания и хороших выходных.